Десятки красноярцев попытались сдать нормы ГТО, не помешала и погода, но пока это только личный зачет, так сказать, чтобы проверить себя, но многие остались довольны своими результатами. Отжимания, прыжки в длину, наклоны на тумбе и бег на 60 метров. Именно по этим дисциплинам все желающие могли сдать нормативы. Это только подготовительный этап, поэтому показать высокий результат не так важно, главное сделать все упражнения правильно. За всеми участниками наблюдают спортсмены, которые подсказывают, в каком направлении нужно заниматься, чтобы получить заветный значок ГТО. Ну и захотела себя в лишний раз попробовать, посмотреть на свои силы, может быть, познакомиться с новыми людьми. Да, я занимаюсь уже спортом, 9 лет легкой атлетикой. Нормы для меня очень легкие, но тем не менее это прекрасная возможность еще раз себя проверить. Вот отжимания, вроде как неплохо получилось на золото, 21 раз. А так, ну вот еще бег остался, сейчас посмотрим, как бегаем. Я очень хотел себя попробовать и вспомнить вот свое детство, потому что в детстве у меня был когда-то золотой значок. Вот, надеюсь, что вот сегодня те нормы, которые я сдам, или, ну, ту попытку, которую я сделаю, тоже приведут к какому-то результату. Ну, как минимум бронзе, вот, хотя рассчитываю на золото. Участники, которые показали лучшие результаты в четырех дисциплинах, получили памятные подарки. Сдать нормативы на золотые, серебряные и бронзовые значки можно будет только в 2017 году. Причем для каждой возрастной группы своя планка. Красноярский край возглавил работу по возрождению комплекса ГТО. В рамках эксперимента школьники уже в этом году поборются за звание лучших. У нас прошли уже муниципальный, региональный этап. Сейчас мы уже отобрали сборную команду Красноярского края. И будет федеральный фестиваль ГТО, который будет проходить в конце августа месяца в Белграде. Попытаться создать нормы ГТО может и старый молод, нижний возрастной порог 6 лет. В скором времени в нашем регионе будут открыты центры, где каждый желающий сможет испытать себя. Екатерина Погоревова, Алексей Гусев. Новости.